Телефон, капюшон плюс наушники. И на светофор можно не смотреть. Патрульная полиция пытается обучить граждан правилам дорожного движения. Причём зачастую возраст нарушителей далёк от студенческого. Женщина, идите, пожалуйста, на красный цвет, подождите зелёный. Спасибо большое. Машины в данный момент нет. Ну, может проехать. Вот смотрите, вот автомобилей. Вы его не увидите, понимаете? Вот сейчас специально для вас отсчёт проходит. Вот вот расстаётся, там буквально три секунды, загорается зелёный свет и после того можно пересчитать граждан. Одним из самых проблемных харьковские водители считают перекрёсток героев труда Академика Павлова. Здесь пешеходы бегут на красный, невзирая на присутствие полиции и камер. Часто бывает так, что мой зелёный, а на меня плёт машина, чуть не сбивает, понимаете? Поэтому больше доверяю не светофору, а своими глазами. Ну, если бы был правильно сделан пешеходный переход, выход, ещё один вот тут вот был бы сделан к автостанции, то люди бы не бегали. Реакция на их замечания, говорят полицейские, бывает самая разная. Кто-то оправдывается, кто-то спорит, а кто-то даже бросается в бегство. Мы стояли, работали, вроде бы как реагируют нормально, адекватно, но всё-таки есть разные люди. Мы проводим с ними профилактические беседы. Также, если они в случае не понимают наши беседы, мы им разъясняем их права и обязанности. Они начинают себя по-другому вести, злостно реагируют. Мы уже более злостным нарушением выписываем постановление. Скажите, у вас есть при себе документы студенческие? Штраф за пересечение перекрёстка на красный свет – 51 гривна. За полчаса выписано несколько постановлений. Полицейские говорят, они не могут дежурить на излюбленных тропах пешеходов круглосуточно. Но за время патрулирования стараются несколько раз остановиться в проблемных местах. Мы, проезжая эти проблемные участки, просто обращаем внимание и в то же время водителя жалуются на то, что пешеход является таким же участником дорожного движения, как и водитель. Но водителей почему-то останавливают, штрафуют, указывают, а пешеходов никто не трогает. Второе место концентрации смелых пешеходов – перекрёсток Гагарина – Одесска. Здесь граждане не просто уверенно идут на красный, они ещё и доказывают полицейским свою правоту. Повышение штрафов и высокие заборы – только драконовские меры могут остановить пешехода, считают водители. В полиции ищут оптимальные пути решения и для пешеходов, и для водителей. Так, на перекрёстке улиц Шевченко-Веснина поменяли схему работы светофоров. Несколько дней тестировали. В ранковые годы, в часы пик, приоритетный напрямок для руху – это улица Шевченко на въезд до центральной частини места и улица Академика Белецкого для руху в бік улицы Веснина. В вечерний час запровадженный приоритетный напрямок улицы Шевченко в бік улицы Героев працы и улица Веснина в бік улицы Якира. И в ближайшее время в Управлении превентивной деятельности национальной полиции планируют обезопасить для пешеходов улицу Валентиновскую, где на этой неделе насмерть сбили женщину. Это не первая трагическая ДТП с пешеходами на этом участке, и в полиции согласны – нужно срочно принимать меры. Галина Шподарева, Владимир Борох, Агентство телевидения новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова